Добро пожаловать в Warface, братишка! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все еще в очереди! Поскольку паролей от других аккаунтов своих там от золотого и еще от какого-то я не помню То пришлось воспользоваться аккаунтом жены Такие дела, да! И кстати разработчики, объясните меня, а что это такая добрая традиция у нас? Делать инженера самым страшным на лицо классом Вы только посмотрите на это! Я понимаю штурмовик топовый, снайпер тоже, медик в принципе ничего Но инженер, когда я смотрю на это, то у меня ассоциация только одна Это лицо человека, который впервые узнал, сколько стоит донат в Warface Ладно ты, философ балабол, давай про Чапу Да, да, правильно говоришь Итак, друзья, переходим к нашей Чапе Чапа это новое оружие медика Аж целый трехствольный дробовик Трехствольный, деточка! Нагиб с ним можно окрестить как, ребята, тройное проникновение И давайте взглянем на ТТХ Хибический мангуст Святые помидоры Урон просто нереальный Дальность будь здоров Темп тоже зашибись Точность от бедра до точность прицели Это вообще персик! И единственным недостатком является, конечно же, емкость в три патрона Ну, поскольку у нас переломное ружье на три ствола Когда только зашел пробовать Чапу, мне она в целом понравилась Кстати, у нее тогда было на полметра дальности меньше И нарезочка здесь как раз идет с этими ТТХ На полметра меньше дальности И так прилично помедленнее перезарядка Но должен заметить, что и сейчас перезарядка, ну, не топ Можно еще увеличить и будет вообще хорошо Я играл с этой пушкой, ну, примерно полдня Часов пять-шесть, наверное, семь я точно играл Половина времени, когда я бодрствую Обычно половину этого рабочего дня заняла игра с Чапой И должен заметить, что, в принципе, такие чувства смешанные остались Вроде и хорошая, вроде и ничем особо не лучше Киллтека И при этом имеет существенный недостаток, который очень ее портит Это как раз очень долгая перезарядка И, кстати, долгая смена оружия Вот эта хрень, по-моему, осталась, я заметил Это большой недостаток, ребята Записал материал, все сделал, все И потом записал СМГшку новую Лег спать, утром встаю Чапу изменили Да ебаный насос, ну как так? Зашел, поиграл И вы знаете, впечатления уже совершенно другие Пол метра дальности сделали свое благое дело А ускоренная перезарядка, хоть и до сих пор доставляет некоторые неудобства Но все же делает медика с этим дробовиком более живучим Что касается ваншотов, то здесь должен сказать На данный момент дробовика, который ваншотит дальше, я еще не видел Это примерно то же самое, что показывал в свое время Винчестер Когда он был на ПТС, еще до нерфа Да Ну давай вопрос ребром, она лучше киллтека? Капитан очевидность, вот честно, вот честно, друзья Не буду вот это вот нахваливать лишний раз, честно скажу Для большинства игроков, которые играют с киллтеком, чапа не нужна Однако после его улучшения я не могу сказать, что вот, ну она хуже киллтека Она не такая юркая Выйти с ней и убить троих, четверых, пятерых, это точно не про чапу Это не про чапу, однозначно С киллтеком, это хоть комбо сделать вообще, хоть доминатора Как нефиг делать? Чапа же все-таки, особенно на подрыве, на РМах, где вы будете играть Чапа, она требует немного другого подхода Это с одной стороны, вроде как, ну как, киллтек лучше однозначно А с другой стороны, там где чапа сваншотит, выскочил на снайпера, там на дистанции инженера Прям прицелился, бах, снайпера нет Там, возможно, киллтек, кстати, даст мне ваншот Это надо учитывать, это важная фишка Но, отвечая на вопрос прямо, без лишних вот этих, говорю так У кого есть киллтек, ребята, играйте с киллтеком Ничего особого вы от чапы не получите Именно в плане нагива А вот в плане ощущений, это, ребятки Ха-ха, это отдельный разговор Этот сочный звук, это перезарядочка Чапа, это воистину скилловое оружие Которое, с одной стороны, вроде как, обладает какими-то имбовыми ваншотами Но, с другой стороны, доставляет нереальное удовольствие и понимание Что это не палка-нагибалка простая Что с ней еще надо уметь играть Проявлять осторожность в нужных моментах Вовремя куда-то мансануть для перезарядки Соблюдать свои дистанции И не лезть на рожон А тебе не кажется, что такая дистанция ваншота, это дисбаланс? Ой, капитан, очевидность, я тебя умоляю Дистанция ваншота, дистанция ваншота Какая дистанция, какая должна быть дистанция ваншота у дробовика? Вот скажи мне Вот почему у дробовика должна быть дистанция ваншота, блин, на полметра? Вообще, я понять не могу Почему у нас люди, блин, считают, что медик это класс, который вообще должен, не знаю, блин Наверное, пинать легче вот так ногой На тебе, сука, и убил Вот ты, по-моему, так считай должен медик вообще играть в этой игре Зато когда про снайпера все его защищают А не, это нормально, ну конечно нормально Выскочил в упор, медика убил В прыжках, сука, так У него вообще дистанции нет В принципе, у всех в этой игре должна быть дистанция А у снайпера ее нет, вообще ее не существует Если уж, извините, все-таки ты не сваншотил, то противник падает на жопу Вообще классно Да просто такие ваншотеры, Кутаги Ну сам подумай, это же нереалистично Капитан, очевидно, что значит нереалистично? Чтоб ты знал Дробовик Дробовик В жизни Человеку Башку может снести И не только башку Метров за 50 Вообще На изи Никаких проблем Томарчик сказал, что дробовики это оружие самого ближнего боя Да вы че, ребят Дробовик, блин, стреляет на 30, 40, 50 метров в боевых условиях, как некер делать Кто-то придумал эту бодягу, блин, и всем за ним повторяют Зачем? И тем более Никто в жизни никаких фаззумов не ставит В прыжках никто не стреляет Че вы мне рассказываете, блин, за реалистичность какую-то Дробовик это такое же оружие, как все Но его эффективная дальность, действительно, даже в жизни, она ниже Но это не дистанция 50 метров Она нормальная, приличная, понимаете? Так что хватит наезжать на медика Далеко он ваншотит Да какой он? У нас нет никакого баланса У нас снайпер в упор ваншотит У нас, если медик или снайпер вот в упор будут друг друга стрелять В упор То килл засчитают снайпер Потому что у него один снаряд Он быстрее регистрируется Все О чем вы говорите? О каком балансе? Так что не хит трогать Ни киллтек, ни чапу Нормальные пушки Но когда всех остальных сбалансируете Будете что-нибудь говорить про медика, понятно? Да Вот такое мне мнение Ладно Медицинский ты наш адвокат Скажи лучше Сам-то эту чапу собираешься крутить? Я буду По-любому Да Мы же не закончили Самое интересное еще осталось Ребят Чапа Вот просто Мое мнение Чапа это дробовик Который Не стоит брать вместо киллтека Если есть киллтек Но Давайте признаемся Что многим уже киллтек надоел Я уже киллтек и на Чарли набил И на Альфа набил Я с одним киллтеком бегаю Он мне просто безумно нравится По одной простой причине нравится Он ваншотит реально То есть берешь какой-нибудь престиж В упор, сука В упор стреляешь Там часть дроби в ногу попала Все Не ваншот Он сразу не ваншот Схренали Снайпер в упоре ваншотит Штурмовик-инженер Нормально пилит в упоре В голову ваншотят всегда Медик вообще похер, короче Не ваншот за не ваншотом С того же Престижа Потом еще чего у нас С МАК-7 тоже МАК-7 он, кстати, более-менее Почему-то ваншотит Тоже не ваншот Марлин, сука Это хрень рандомная Если бы у него пуля реально всегда Вот в точку улетела В прицеле Я бы вообще не жаловался Вот реально Вот прыгаешь ты Стрейфишься Пуля должна в точку улететь Вот в центр прицела Всегда А вот с Марлином не так, к сожалению То есть, блин Ну странно Делать оружие, которое стреляет одной пулей И при этом еще пуля рандомно летит Ну сделайте больше падения Урона на дистанции Чтоб нельзя было как снайперкой Там от бедра за километр стрелять Чтоб там почти не дамажило И так далее Но давать рандомный полет пули Дробовику Оружие Которое Стреляет в упоре Тут и так можно легко промахнуться Противник мансит В упоре на самом деле Тяжело попадать Реально Тяжело Потому что Противник вблизи Моделька очень близко Очень быстро двигается Он может мансануть Он может прыгнуть Он может развернуться То есть И промахнуться Порой можно даже В дробовика, который стреляет дробью Не верите мне Можете даже профессионалов спросить Они вам скажут Не так легко на самом деле В упоре попадать Тут фликами надо Хо-хо Хуяк сука Туда-сюда Короче нагнул Не так просто А Марлин Сука Косая хрень Я сам вот С Марлином играю В принципе Он мне нравится Вот на мясе побегать С удовольствием Бегаешь там Можно даже комбаря С ним поставить Но Но блин Взять его Серьезный бой На РМ Я вот не рискую Я играл как бы И ничего получалось Но когда как Один раз выходишь Минус 5 даю 6 Другой раз выходишь Сука Одного убить не можешь Ты стреляешь в него Ты стрейфишься Он стрейфится Ты стреляешь Он стреляешь Сука Но он попадает А у тебя пуля Левее правее улетает Хотя прицел на нем Жопа Да А вот киллтек ваншотит Реально ваншотит Как должно быть В большинстве случаев Его ТТХ позволяет Спиндюривать на отличника Не ваншоты есть Но их минимум И вот то же самое Касается новой Чапы То есть Если вы фанат Ваншотов Настоящих Нормальных дробовиков Который Вжарил Спиндюрил Сука Тройное проникновение Как положено То Чапа вам Однозначно понравится Потому что Как и киллтек Это дробовик На который Можно положиться Не ваншотов Здесь минимум Если ты точно Навелся На тело На ноги Куда-то И выстрелил Почти наверняка Будет ваншот Кроме этого Чапа Доставляет огромное удовольствие Благодаря своей анимации Благодаря тому Что тебе надо Немножко как-то хитрить Тебе надо Как-то Мансовать Отходить То есть Чапа заставляет тебя Играть как-то Не то что тактично Именно А заставляет тебя Более маневренным быть То есть Как-то вот Стрельнул Хоп Отошел Такая знаете Красивая игра Сука Как на мувик Получается Ну и помимо всего Конечно же Поскольку это очень приятный Намного приятнее играть Чем с киллтеком Честно Но это очень приятный дробовик И киллтек Многим поднадоел Так что Если вам действительно Киллтек надоел Чапу я могу рекомендовать После киллтека За один буквальный день Я думаю Вы привыкнете к Чапе И будете Получать от нее Огромное удовольствие Разработчикам Хочу сказать следующее Имеет дробовик Два недостатка досадных Это перезарядка Мне кажется Она до сих пор Таки медленовата Ну чуть-чуть еще Надо подкрутить было Ну чуть-чуть еще Вы как-то вот Сюда вот боитесь Чуть-чуть еще Надо подкрутить Чуть быстрее перезарядку сделать И сделать более Быструю смену На пистолет Это важно Особенно с этим дробовиком Надо сделать более Быструю смену Оружия В остальном В принципе Вот сейчас Чапа Сегодня я играл 15 числа Как поставили обнову На ПТС новую Мне она понравилась Дробовик годный Дробовик хороший Чуть-чуть еще не хватает Скорости перезарядки И смены оружия В остальном Чапу Для тех Кто постоянно играет Медиком И ему хочется что-то новое Но не особо хуже Килтека Я могу рекомендовать Оружие Очень мощное Но все-таки Из-за перезарядки Оно балансное Почему? Потому что С Килтека Ты можешь раз за разом Как с полуавтомата Долбить С Чапы Ты можешь сделать только 3 выстрела И потом Есть промежуток Когда ты Очень уязвим Но тем не менее Такой геймплей Мне очень нравится Если данное видео Вам понравилось По каким-то причинам Ну вдруг То Ставьте лайки Эх По желанию Как хотите Яйки чешите Это Ну Пацаны Вы в курсе Это обязательно Сука Но это Без этого Жить невозможно Без этого Просто никуда Вступайте в нашу армию Нагибайте всех Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok